Смотрите, сегодня мы с вами будем говорить про метапрограммирование, как вы, наверное, уже догадались по названию лекции. Самое главное, я напоминаю, что надо отметиться на портале и оставлять отзывы, это помогает. И мы можем, собственно, начинать. Смотрите, первым делом нужно разобраться, про какое метапрограммирование я вообще говорю и что это такое. Вы знаете, вообще есть понимание, что такое метапрограммирование? Что это за термин такой странный? Окей, ну это ожидаемо. Смотрите, когда говорят про метапрограммирование, обычно имеют в виду программу, которая в качестве данных, которая в качестве, собственно, своей предметной области имеет дело с другой программой или даже самой собой. Вернее, мета это, наверное, даже сама с собой. То есть это еще очень часто употребляют в купе с этим такое слово, как интроспекция, когда программа в ходе своей работы берет и сама в себя заглядывает и понимает, что у него где происходит. Питон, как вообще несложно догадаться из того, что вы уже знаете, оплодает очень большими и мощными средствами к метапрограммированию интроспекции, просто потому, что никакой приватности нет, все объект, и вы можете прямо в рантайме взять какой-нибудь класс, взять какую-нибудь функцию, залезть ей под капот, вынуть из нее какие-то служебные атрибуты, какие-то даже изменить и добиться этим каких-то результатов. Если говорить упрощенно, то метапрограммирование можно считать, например, кодогенерацию. То есть есть некая программа на каком-то языке программирования, которая в ходе работы генерит программу на другом языке программирования или на том же самом, которая потом будет исполнена и сделает еще что-то там. И, собственно, в Питоне средств не генерить код, а прямо в рантайме создавать нужные объекты, они очень хорошо разные. То есть, условно говоря, вы можете не писать никакой класс, например, но в ходе работы программы создать класс, которого нет в исходных кодах, наклепать объектов этого класса, положить им в атрибуты еще что-нибудь там невероятное, добавить в них атрибуты во время жизни. И все вот это бесконечно. И это как бы круто, мощно, но у этого есть серьезные проблемы, о чем я сейчас неоднократно еще буду говорить. Такие приемы очень часто могут создавать непонятный код, который сложен для понимания и вообще с которым работать не особенно это просто, но при этом у них есть своя ниша. И если знать, что делаешь, это может оказаться очень и очень полезным. В принципе, мы могли бы про метапрограммирование и не говорить, поскольку это достаточно продвинутая техника, и вполне возможно, что вы можете вполне себе успешно даже в карьере чувствовать, не знаю, годы, не особо понимая и не пользуясь вообще всеми этими штуками. Но проблема в том, что другие ими пользуются, библиотеки, которые вы пользуетесь, используют метапрограммирование, и рано или поздно вы на это наткнетесь. И если у вас не будет ни малейшего представления, как это вообще возможно, то вас могут ожидать очень и очень неприятные часы отладки, просто потому что вы смотрите на это и думаете, да ну не может же быть, так не бывает. Вот. То есть я с этим столкнулся на заре своей карьеры, я потратил, типа, не знаю, день, прежде чем понял, что функция в коде что-то делает просто потому, что она так называется. То есть я пользовался фреймворком, где в зависимости от того, как назвать функцию, какой суффикс писать ей, она меняла свое поведение. Я, как бы будущий начинающий программист, не мог в это поверить. Я был уверен, что где-то должна быть, ну какая-то карта, где-то должно быть явно указано, что эта функция это делает. Нет, оказалось это не так, значит, ну в общем я это понял через боль, страдания и чтение километровой доки, вот. Но сейчас, в общем, такие штуки меня сильно меньше удивляют, и я хочу, чтобы они вас тоже не удивлялись совершенно. Вот, но начнем мы с чуть более простой части, с так называемой вот этой Python Data Model, название, которое вы видите на экране. Мы много говорили про то, как создавать питонячий класс и объекты в прошлый раз, и про то, что у них есть магические методы. Помните, у нас там была такая небольшая арка. В общем, у объектов действительно в питоне достаточно много вот этих магических методов с двойным подчеркиванием по сторонам, и они позволяют объекту вести себя очень и очень, простите, разнообразным образом, и самое главное быть похожими на там встроенные питонячьи объекты, и в общем поддерживать все вот это вот API, которое внутри питона есть. И как и в прошлый раз, мы опять не будем рассматривать их полный перечень, потому что он огромный, как бы и вообще доку пересказывать особого смысла нет, но я дам вам представление о том, что вообще там бывает, зачем, что нужно и так далее. Сразу начнем с примера. Смотрите, примером у нас будет выступать вот такой класс ListView. Что он делает? Он притворяется частью листа. То есть, вы понимаете, предположим, мне есть какой-нибудь лист на миллион элементов, и я хочу какой-то кусочек его там на несколько тысяч использовать в коде, как будто бы это независимый лист, другой, но при этом не копировать. Поэтому я буду писать новый свой класс, который будет притворяться листом, но под капотом иметь не данные, а ссылку на другой лист, и ссылку на начало, ну, и указание, где начало, где конец. Собственно, вот они, LST это какой лист, с какого листа делать View, старт это откуда, стоп это докуда, да, мы их сохранили. Сейчас мы будем его писать. Значит, вот мы создали, да. Сразу, чтобы всем было понятно, да, вот я передал оригинальный лист и говорю, я хочу View с первого по третьей. То есть, я хочу фактически, чтобы мой объект вел себя как лист из этих двух элементов. 1, 2. Ну, понятно, что у нас полуинтервал, да, как всегда в питоне у нас полуинтервал. Мы начинаем с первого и заканчиваем третьим, не включая его. Чтобы притвориться листом, нужно реализовать несколько методов, которые, собственно, лист реализует. Ну, то есть, вернее, нужно поддерживать некоторое поведение. А чтобы это поведение поддержать, питон нам говорит, реализуй магические методы, я буду к ним обращаться, и мне все равно, лист или не лист, я как бы приму тебя за лист, если ты все магические методы правильно реализуешь. Самый банальный и простой из них это len, это длина просто, да. Я добавляю реализацию этой длины, говорю, что длина это стоп-минус старт. Вот, и теперь, когда кто-то попросит у нас len с помощью функции len, или в любом другом контексте, то есть, какие-то библиотеки могут там этот len тоже вызывать, или еще бывают какие-то другие случаи, в которых питон вызывает len, а может и не бывает. Но, в общем, короче говоря, все, кого интересует длина нашего объекта, то есть, количество в нем элементов, они будут так или иначе обращаться через этот магический метод, не явно его вызывая, а, скорее всего, вот, пользуясь функцией len, да, и получать правильный ответ. В нашем случае это два, понимаете, да? Почему это важно, почему мы не можем писать там свой getLength, потому что это как бы API, которая принята как внутри питона, то есть, все внутренние питонячие штуки, там, типа, не знаю, какого-нибудь, ну ладно, об этом еще позже поговорим, этот len еще может там много в чем участвовать, но самое главное, что очевидно, что все библиотеки на свете, которые ожидают какие-то итерируемые объекты, у которых есть конечный размер, они будут звать этот len, и если вы хотите там сойти за своего, то вы тоже должны этот len реализовывать. Это, кстати, ответ на вопрос, почему не надо делать из instance, потому что любой, кто сделает из instance на наш лист view, он подумает, что мы не лист, а мы, вообще говоря, очень сильно притворяемся и всячески хотим. Но на этот, ну там есть тоже свои тонкости, да, кто-то хотел задать. Мы теперь разделяем все, что мы будем получать, ну, выходить. Ага, смотри, если лена вообще нет, то, скорее всего, эта штука скажет, что, типа, has no len. То есть питон, на самом деле, мы сейчас об этом чуть дальше будем говорить, он во всех случаях пытается до последнего хоть как-то получить, ну, сделать тебе то, что ты просишь. Например, если ты не определил функцию, по-моему, contains называется, которая отвечает за оператор in, входит элемент в множество или не входит, то питон попробует его перебрать в попытках найти. Это неэффективно, но это хоть работает. Но с длиной так не получится, ну, как бы, нету и нету. Хотя тоже мог бы перебрать, а вдруг он бесконечный. Ну да, не получится. Так, вернем предыдущую реализацию. Вот, следующий, гораздо более интересный и, ну, наверное, слегка более сложный для понимания, это iter. Смотрите, есть объекты, которые поддерживают итерирование. То есть итерирование — это в первую очередь циклы типа for, там всякие лист компрехеншены, в которых тоже вот свой for, и тот способ, которым мы будем наивно пользоваться, — это вот лист. Когда вы вызываете лист от чего-то, то питон итерируется по этому чему-то, и все элементы складывает в лист. Да, то есть давайте попробуем вызвать. Ну, да. Нам, честно, сказали, что наш объект не итерируем. Вот это вот слово, да. И мы хотим, конечно, это исправить. Мы хотим, чтобы по нам, как и по любому хорошо себя ведущему листу, можно было итерироваться. Что от нас требуется? Значит, дальше питон, ну, апи, внутренняя апи питона, вот этот Python Data Model, гласит, что мы должны объявить магический метод итер, который, внимание, должен вернуть новый объект, который, в свою очередь, должен отзываться на метод подчерк-подчерк next, подчерк-подчерк, по одному выдавая элементы. Вот, и кажется, что, пока не смотрите, что я там написал, да, кажется, что мы должны написать что-то вроде, там, значит, вот этого нового итера, который бы создал какой-то там итератор и его вернул. И этот бы итератор уже нам потихоньку элементы выдавал. Но, к счастью, в питоне уже есть готовый способ делать функции, которые возвращают такие итераторы. Это, собственно, генераторы. Вот, если вы, вот, хорошо поняли, как вся эта штука работает на наших лекциях, то вы понимаете, да, что как только я написал в теле функции yield, она перестала быть функцией, она стала, ну, в смысле, она перестала исполнять, вот, быть функцией вот с этим телом, она стала функцией, которая возвращает генераторы. А генератор — это как раз вот тот самый объект, который умеет отвечать на next, 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 next. Ну, сейчас я подробно покажу, если было непонятно, то мы сейчас напишем оригинальный вариант, в общем, сейчас все будет понятно. Итак, я говорю итеру, что ты просто для всех и от старта до стопа возвращай элементы массива. Range тоже работает как полуинтервал, так что здесь все сходится. Теперь, если мы сделаем лист на вот эту штуку, то что мы получим? 1,2. Да, верно. Ну, то есть, почему бы и нет? Вот. Теперь давайте немножко поковыряемся в том, как это работает. Смотрите, чтобы получить результат вот этого итера, но не начать итерацию, можно воспользоваться функцией iter, она этот итератор просто вернет. Вот он. И, да, мы видим, это генератор. Наш итератор — это генератор. Вообще, ну, то есть, не все итераторы генераторы, они не обязаны быть, но любой генератор — это, разумеется, итератор. Ну, и все, и мы можем ему начать говорить next. Опять же, да, магический метод почерк-почерк next вызывается функция next. Сейчас я вызову next от iter. Что я получу? 1. И теперь? А теперь? Ошибку. Ну, не ошибку, а исключение. Stop iteration. Ну, да. Вот. Можно, как бы, можно было бы это сделать явно, да? То есть, можно было, как поступить? Можно было сказать, у нас там будет какой-нибудь list, view, итератор. Ни от чего там ненаследуемый. Сейчас мы обсудим там, какие ему нужны аргументы. Вот. И возвращать его здесь. Значит, list, view, итератор. На самом деле, ему понадобится вообще все, что здесь есть. Ему понадобится и lst, чтобы по нему итерироваться. Ему понадобится и start. Ему понадобится и stop. Правильно? Ну, оп. Значит, lst, start, stop. Ну, и все. Значит, я говорю lst, lst, start. Ну, и давайте какой-нибудь вот типа current, по которому мы будем ходить, да? Это изначально start. Теперь пишем next. Значит, что делать next? Во-первых, если current уже показывает на стоп, надо кинуть stop iteration. Правильно? Значит, если current не показывает на стоп, то надо, видимо, вернуть очередное значение. Ну, вернее, так вот. Значит, result это self lst от self-current. Дальше надо self-current инкрементировать. И потом вернуть result. Согласны? Похожи на правду? То есть можно вот прям вот так. Давайте попробуем. Это тоже должно работать. Ну, да. Вот, все. Только теперь это в митераторе никакой не генератора, а lst view-итератор. И тут тоже 1, 2, ну, 100 подрешено. Да, мы все правильно писали с первого раза. Круто. Вот. Но вы видите, да, что вот эта штука, она какая-то вообще абсолютно излишняя, вообще непонятно здесь она зачем. Поэтому можно как бы просто обычный yield сюда написать, и iter сам начнет возвращать, что надо. В этом, в общем, силу вот этих питаниячек генераторов, потому что в таких случаях они работают просто ну-ра. Здесь есть вопрос? Чудесно. Значит, смотрите, следующий волшебный метод – это getItem. Он возвращает… Короче, он вызывается, когда вы квадратными скобками пользуетесь. Когда вы… Ну, то есть вы понимаете, что вот у питаниячего объекта у него есть атрибуты, которые через точечку, а есть вот эти вот айтемы, которые через квадратные скобки. Когда вы что-то получаете, какой-то айтем через эти квадратные скобки, вы вызываете вот этот вот getItem. Ну, собственно, давайте… Ну, у меня тут какая-то сравнительно наивная реализация, что, значит, нам передают индекс, и я говорю, если он вот как бы в рамках, то я возвращаю его, если он не в рамках, то кидаю индекс error. Ну, как бы и норм. Ну, и, соответственно, вот это что строчка вернет подсвеченная? Все так, два, да. А лист, ну, лист по-прежнему работает как и надо. Но только внимательный читатель должен был заметить, что лист работает как надо, несмотря на то, что я вообще говоря убрал метод iter. Видите? Его здесь больше нет. А лист все еще работает. Это вот то, что я говорил. Питон как бы пытается до последнего достать вам, ну, сделать то, что вы просите. Да, у нас нет iter, но зато у нас есть getItem. Он такой, окей, давайте попробуем просто от нуля идти и все возвращать. Вот. И, ну, вот у него получилось там. Но, как бы, в этом случае это, наверное, даже норм, но вполне могут быть ситуации, когда вы, например, каждый getItem за n работает и весь список за n возвращается, да? Тогда, если вы явно не укажете метод, который возвращает список, то вы n квадрат на выходе получите, понятное дело. Ну, то есть это плохо. Вам дают возможность написать вот этот вот iter, ну, как бы, чтобы оптимизацию добавить. Про, что интересно еще про этот getItem, вот здесь вот в этих квадратных скобках поддерживается совершенно уникальный синтекс. Испомните, вот такой вот. А есть идеи, что я вообще получу вот здесь вот на входе, вот в эту функцию. Давайте прямо его обращать даже вот так. Что это вообще такое? Что будет в индексе, если я здесь напишу вот так? То есть вообще, вы понимаете, да, что, учитывая, что вот квадратные скобки – это просто вызов вот этой функции, то немедленно возникает вопрос. Это же не аргументы, они же не через запятую написаны, это вообще какая-то непонятная штуковина. Вот. Ну, ладно, я вас не буду мучить, покажу. Питом за меня преобразует это в специальный встроенный объект, который называется slice. У него есть, собственно, три аргумента внутри, они называются типа старт и стоп и степ, наверное, как-нибудь так. Я точно не помню. Ну, в этом можно поковыряться. Ну, да, вот старт, стоп, степ, да? Да, я угадал, прекрасно. Вот. Но вы понимаете, что на самом деле с того момента, как вы начали писать кастомный get item, вы абсолютно не обязаны реагировать на это, как на старт, стоп и степ. Вы можете придать этому любую семантику вообще совершенно. Ну, то есть, это, наверное, плохо, потому что от вас ожидает программист, что будет старт, стоп и степ. Но можно развлекаться вообще до бесконечности. Плюс ко всему, вы же понимаете, да, что там вот такой синтаксис доступен, ну, всякое такое прочее. Что там? Ну, вообще вот так написать. Вот. И, по-моему, я, конечно, я могу ошибаться, но, по-моему, вот какой-то нампай это обузит. То есть, они там слегка меняют семантику вот этих вот. А вот вопрос, как раз, там, когда они будут больше пяти, например, чтобы вы понимаете, это как-то это отражается. А сколько, когда там, ну, больше пяти, а сколько больше. Вот так? Да. Нет, так инвалид синтакс. Должно быть что-то еще. Вот как-нибудь вот так, может быть. А вот здесь какой-нибудь волшебный объект, нет? Да. Ну, смотри, значит, как это делается. Значит, мы сначала говорим, что объявляем вот какой-нибудь x и создаем и x как, блин, как волшебный объект этого x. Потом мы здесь пишем функцию волшебную, типа, по-моему, gt называется. И возвращаем, например, 42. Ага. Там плюс азер, да, пусть будет, чтобы было понятнее. И вот у нас 47. То есть они, ну, и, соответственно, они здесь тоже возвращают магический объект. И внутри, вот здесь, внутри getItem'а они его анализируют. То есть можно сделать вот так. Вот. Я для камеры скажу, меня спросили, как вот всякая вот такая магия работает в NumPy. Ну, вот как-то вот так вот. Типа через протаскивание магических объектов. Один вбросили, он сравнился с пятеркой. Ну, он, скорее всего, там возвращать не 42, а он возвращает какой-нибудь там свой устроенный, какой-нибудь тюпл, в котором написано, что меня сравнивали с пятеркой. Ну, вот. То есть всю эту историю можно писать и потом где-то в конце развернуть. То есть да, с помощью вот этой магии можно создавать совершенно как бы не похожий на питон синтекс. Питон в этом смысле, надо сказать, еще слабоват, потому что совсем наделать какого-то безумия, которое на питон не похоже, в питоне достаточно сложно. А вот, например, языки типа Ruby или, прости господи, перла, они вот славятся тем, что там синтексис достаточно гибкий и там с помощью вот всяких таких магических методов можно создавать языки, которые вообще на Ruby не похожи, но являются при этом совершенно валидными. Там еще если пробелы неправильно расставить, не так, как принято, то вообще можно совершенно прекрасные штуки создавать. Но надо сказать, что вот питонящая возможность поставить два две точек подряд, тоже доставляет массу удовольствия. Ну в общем, по аналогии с getItem есть setItem, который занимается тем же самым, только устанавливает элемент, у него есть вот еще третий аргумент value. В этом setItem, что интересно, это то, как вообще, когда он вызывается. Что-то там сломалось? Почему-то нет. Да, кажется, что я где-то какими-то неаккуратными движениями что-то заставил работать не так, как надо. Так вот, смотрите, в чем интерес? Мы с вами еще в прошлый раз говорили, что в питоне очень во многих местах, типа, установка значения и прием значения работают несимметрично, как, например, с атрибутами. Если вы просите неизвестный атрибут, то вы получаете ошибку, а если вы устанавливаете неизвестный атрибут, он просто создается. Вот с item'ами очень похожая ситуация. Когда вы говорите view от одного, вы зовете getItem, а когда вы зовете view от одного равно, то зовется setItem. И это не одно частный, как бы частный случай другого. То есть, вот это все целиком один оператор. То есть, это не оператор равно, примененный к левой части. Потому что левая часть сама по себе другое означает. Если бы они независимы, то есть, если я здесь скобки поставлю, в попытках исполнить это независимо. А, ну ладно, и тот все равно это проживал. Ну, в общем, если бы вот это вычислялось независимо, а, ну грубо говоря, вот так вот, то, конечно, простите, что в а, семерка. А, ну да, как бы, ну то есть, семерка присвоилась в а, но не во в u1, вы понимаете, да? То есть, это как бы не работает так, как мы хотели бы. Потому что в питоне, как я уже в прошлый раз говорил, нет никакого l-value, если вы понимаете, что такое. То есть, вот в некоторых языках можно вернуть что-то, к чему можно присваивать. В питоне это не так, нельзя возвращать то, к чему можно присваивать. Поэтому это все воспринимается как единый оператор. Если питон видит вот такую конструкцию, он зовет setitem. То есть, это нужно понимать. Вот, а дальше про... Вам понятно, как раз setitem, да? Все нормально? Ага, окей. Дальше вот, собственно, операторы, про которые я немного забегал вперед. Я вот показал вот этот GT, который greater than, да? Их целая пачка. Складывать, вычитать, делить, умножать, возводить в степени, перемножать матрично. Больше, меньше. Ну, в общем, их там просто огромный список. Вы можете в доку посмотреть. Ну, в общем, все, что отвечает за обычные вот эти вот операторы с двумя оперантами, и это все тоже выражено через магические методы. То есть, когда вы говорите A плюс B, вы тоже вызываете магический метод. Вот тут, что характерно, вызываете вы магический метод первого, а второй передается как аргумент. То есть, в этом смысле сложение, оно не обязано быть коммутативным из коробки вообще ни разу. Но, собственно, так и бывает. Ну, в смысле, в некоторых объектах действительно плюс работает несимметрично. Значит, кажется, я что-то удалю. Случайно. Нет, все работает. Значит, смотрите, я хочу научить свой лист view складываться с offset, offset от смещения. То есть, если мой лист view настроили так, что он с первого элемента по третий, я хочу прибавить к нему offset размера 2, и он будет с третьего по пятый. Понимаете, да? Вот. Ну, как это выглядит? Я объявляю вот этот магический оператор сложения, и говорю, вот тебе придет offset, и если stop плюс offset все еще, значит, не больше длины, то делай вот то, что здесь. Если больше, то кидай в value error. Что надо сделать? Надо взять, создать новый лист view, вот этот type self, это лист view, да? Передать туда тоже лист, в качестве старта использовать start плюс offset value, в качестве стопа stop плюс offset value. вот, а offset это просто вот такой очень тупой класс, который в себе только value содержит и ничего не делает. Почему здесь нужен класс, а не просто int, я сейчас покажу это мне просто для примера. Ну и погнали, собственно. Лист создали. В нем шесть элементов. Одно там 0,2,3,4,5,6, 5, простите. Создали лист view, сказали с первого по третий, попросили лист, это 1,2. Как у нас обычно. Теперь давайте прибавим туда offset. Ну, работает, да? Понимаете? То есть нам, как только я вызвал плюс, здесь уже вернулся другой лист view, и он уже другой. Вот, а теперь вот по поводу коммутативности. Что будет, если я вот так сейчас сложу? Ну да, предположим, вероятно, будет ошибка. Потому что offset понятия не имеет, как к нему прибавлять лист view. И это могло бы привести к достаточно неприятной боли, связанной с тем, что пришлось бы вот постоянно во всех методах говорить, ну то есть я, например, как объект, вот я пишу класс, я не собираюсь ни с кем складываться, но а вдруг со мной кто-нибудь захочет? И мне тогда что надо сказать? Ну давай попробуем в обратную сторону, должен сказать я, да? То есть логично тогда во всех классах писать. Вы знаете, если не получилось со мной сложиться, если меня попросили с кем-то сложиться, а давайте-ка я попрошу его со мной. Правда, что будет, если он тоже так написал, я не знаю, вернее, я знаю, что будет, будет рекурсия. Вот, эта проблема в питоне решена, из коробки встроенными средствами, есть специальный метод radd, типа write, который будет позван, если тот объект отказался с вами складываться. То есть если вы говорите a плюс b, и а говорит я не умею, то будет вызвано b плюс а, только не с помощью метода add, а с помощью вот этого radd. Собственно, в нашем случае, вот мы его реализуем, мы говорим, ну окей, если вот этот апсет отказался с нами складываться, то мы все-таки с ним сложимся. Но на самом сложимся просто обычным плюсом, который снова вызовет add. Потому что в нашем случае radd и add, ну мы хотим одинаково работать. И чаще всего radd именно так и выглядит. Вот это нормально. Ну и все, значит, давайте пример. Снова создали лист, оп, 3-4. Это вот я прибавил к апсету, собственно, наш лист. Вот. А теперь следующее, моя хотелка, последнее еще, что про это важно сказать. Я хочу научиться складывать два апсета. То есть если я складываю два апсета в единичку, хочу получить апсет в двойку, а потом прибавить к нему свой лист, и он, значит, окно сместится в нем, понимаете, да? Лист view. Вот. Для этого нам, казалось бы, в апсете тоже нужно метод add реализовать, да? Чтобы он умел складываться. Но вот дальше здесь интерес в том, что если апсет просит прибавиться к другому апсету, то он должен их сложить и вернуть новый апсет, а если его просит прибавиться к чему угодно другому, он должен сказать, я не умею, чтобы из того другого вызвался RADD. Так вот, вопрос, как сказать, я не умею? То есть вот до этого он говорил, я не умею, вообще не реализуя add. Это рабочая схема, да, так действительно можно. А вот если я хочу немного реализации, но при этом хочу сказать, я не умею, какие вообще варианты? Ну, есть, конечно, какое исключение. Да, да, вот кажется, что должно быть какое-то магическое исключение, но все немного не так. Тут там есть магическое значение. Вот у меня есть заготовка, я коварно ее сейчас скопирую туда. Если вы, чтобы сказать, что я не умею, надо вернуть специальное значение, нот имплемент. Вот не кинуть исключение, а вернуть. Усугубляет ситуацию то, что есть исключение, которое называется нот имплемент от эррор. Вот так вот. Которая кидает абстрактный метод, когда вы пытаетесь его вызвать. Вот. Это не то. Это не исключение. Это значение. Это одно из тех немногих вообще встроенных в питон специальных значений наряду с true, false и нам. Это прям их родственник. Они там на одной странице в доке перечислены. Ну вот. И в общем это как раз то, что надо. Мы говорим, если тот, кого нам передали, он такой же, как и мы, то давай создадим такого же, как и мы, то есть view offset, только с self-value плюс other value. В любом другом случае понятия не имею, о чем речь. Вот. И это тоже работает. Вот видите, все нормально. Он и так теперь умеет складываться, и так умеет складываться, и ну и так, соответственно, по-любому умеет. Вот. В общем, на этом на самом деле мой экскурс в магический метод завершен, потому что все остальные, по-моему, работают аналогично. Может я еще какие-то детали забыл, но кажется, что я вам рассказал прям вот наиболее выразительные моменты из всей этой истории, а дальше это просто огромный какой-то перечень там совершенно шаблонных методов. Хочешь, реализуй там любой, какой нравится. Вот. Помните изначальную задачу? Мы говорили о том, что… А, кстати, да, я вот забыл обратить внимание, никто меня не спросил. Мы здесь реализовывали set item, который модифицировал, вообще говоря, оригинальный список. Да? Вот так. И это, ну, это нормально, но это слегка не соответствует нашей концепции view, который мы заявили изначально, вообще говоря. Слово view в программировании обычно означает, типа, как бы, ну, как бы ridonby, да. Вот. Но, в общем, неважно. То есть, да, с этого момента должно было быть уже не view, какой бы там magic smart slice, как бы не знаю. Но, неважно. Ну, просто я оговорюсь, начали не с того. Смотрите, помните нашу изначальную задачу вообще? Мы говорили, а давайте-ка мы подделаем кусочек листа так, чтобы ввести себя как полноценный лист. Так вот, чтобы знать, что вам нужно объявить, какие магические методы, чтобы ввести себя как кто-то, кого вы хотите эмулировать, вам очень и очень пригодятся специальные абстрактные классы из модуля collections.abc. Почему-то здесь collections. Там какая-то, там был какой-то переезд, и они вот теперь как-то вот так, не знаю почему. Наверное, так, наверное, я ошибся. Не суть. Короче говоря, в этом collections.abc есть целая пачка абстрактных классов, типа вот sequence, там такой-то дик, там контейнер секой, контейнер такой. Вот, опять же, целая таблица. И если вы от него спокойненько наследуетесь, чего здесь не происходит, да? Вот, то в случае, когда вы попытаетесь… А, ну да, да. То есть здесь этого не происходит, потому что это и был пример. Ну вот смотрите, короче, если я говорю, что я хочу быть секвенсом, но забыл объявить длину, то, собственно, я получу честный type error, который мне скажет, вы знаешь, как бы вот ты хотел быть секвенсом, а длину ты не объявил, поэтому нет. Ну, понятно, как это работает. В секвенсе просто натыкано абстрактных методов, и если ты все их не перекрыл, то вот ты получаешь ошибку. Ага, ну, все нормально. Вот, их там тоже целая пачка. В домашке какой-то будет у вас контейнер, и его тоже надо правильным абстрактным классом пометить. От этого вам станет и проще, и приятнее, и легче. Да, вот есть еще один абсолютно качественно отличающийся от всех остальных магических методов, про которые надо поговорить. Это new. Вы встречались где-нибудь, может, в каких-нибудь странных ковыряниях с домашками, нет? Это хорошо, это правильно. Сейчас я вам приоткрою завистать тайну. Помните, мы в прошлый раз говорили, что у объектов в питоне нет как какого-то конструктора, у них есть только инициализатор. Это метод, который вызовется уже сразу после создания объекта. Так вот, на самом деле у объектов действительно есть только инициализатор, но у класса, у самого, все-таки есть метод, который как бы конструктор. Он называется подчерк-подчеркнью. Вот смотрите, значит, вот у нас есть интервал, который принимает begin-end, это примерно из прошлой задачи, да, все нормально, вот он туда принимает. Так вот, смысл в следующем. Я могу вот эти аргументы принять и проанализировать еще до того, как объект реально создался. То есть, собственно, вот как конструкторе, да, в привычном вам понимании. Для этого я могу действительно переопределить магический метод new, и это метод класса. С ним все очень-очень хитро и сложно одновременно. Во-первых, это, как вы видите, метод класса, не метод объекта, потому что, ну, объекта еще никакого нет. Поэтому первый аргумент называется класс. И поэтому у него, казалось бы, должен быть декоратор класс метод, но его нет. Вот, то есть, new это метод класса автоматом, как бы, бесплатно. Ну, как бесплатно, наоборот, застрадание, потому что было бы логично. Вот, значит, он принимает аргументы и возвращает новый instance, который, собственно, требуется создать. А следующая история в том, что нету никакого способа в питоне создать, собственно, объект, кроме этого самого new. Поэтому любой нормальный, хорошо себя ведущий new всегда вызывает new родителя, через этот, собственно, супер. Это вторая его особенность. Вы никак не можете, нет никакого в питоне вот там create new object, вот нет его. Вам нужен вот этот new. Ну, и вы можете до него достучаться из object, конечно, а не через супер, но он там обязан быть. Соответственно, ну, вот этот вот наивный метод, на который мы смотрим, он говорит, что, вы знаете, как бы, если begin больше end, то вместо объекта будем nano возвращать. А если, ну, все в порядке, то будем возвращать, что есть. И это приводит к совершенно потрясающим спецэффектам, что когда вы вызываете конструктор интервала, вам на полном серьезе вот эта штука может nano вернуть. Вот. Именно поэтому new вы почти никогда не видите. Потому что на самом деле ситуация, что вы, ну, как бы, говорите, создай все, класс, создайся ко мне, а вам возвращается не объект этого класса, она достаточно ненормальная. Вот. Вообще, да даже надо возвращать это криво. То есть, вот пример он странный. Exception, если вылетает, вот это да, это может быть. Но exception можно, в принципе, из конструктора кидать, ничего страшного. Вот. Более того, значит, вы понимаете, да, что после того, как new вызвался, из полученного объекта еще и дернут init. Собственно, это так работает. Вы говорите, создай мне объект, вызывается new, создает объект, потом из этого объекта тут же вызывается init. Так вот, питон работает так, что если этот new вернул объект не своего класса, а какого-то другого, значит, его создавал другой класс где-то там в своем new, там уже init был вызван, поэтому он вызывать не будет. Вот это еще как бы такой один очень скользкий момент. Если вы сейчас не поняли, даже не важно. Вот. Ну, то есть, короче, если я вот здесь скажу return какой-нибудь хэшек, то из него мой init уже никто дергать не будет. И его init уже никто дергать не будет, потому что это уже был dict, new, плюс вот, значит, вот этот вот dict и init. Они уже там оба вызвались. И питон как бы об этом догадывается, что если ты возвращаешь объект не своего класса, а другого, вот как этот nan, то, видимо, там уже он уже инициализирован. Ну, в общем, с new, new почти никогда в повседневном программировании не нужен. Это только вот магическое средство. Мы сегодня увидим один пример, когда это магическое средство понадобится, но вообще в общем, ну, в общем случае, когда видите new, надо насторожиться прям типа, о, тут что-то странное происходит, какая-то магия. Ну, так и есть. Все, на этом про Python Data Model все. Пора спросить что-нибудь, что осталось непонятным, потому что мы сейчас от этого улетим и достаточно надолго. Вот про возвращение ноты implemented, так называется. Если он возвращает ноты implemented, то он начинает у второго объекта, с которым он взаимодействует, искать да, его пласят, ну, сложить. Да, если add возвращает ноты implemented, то, как и в случае, как если бы эда не было вообще, он пытается, питон, да, переставляет операнды местами и пытается их сложить с помощью r-эда. А вот если тот возвращает ноты implemented, тогда все. Ну, как бы, что, вот именно для того, чтобы не было рекурсии. Да, в рекурсе не будет. Это сначала пытается add, потом пробуется red, с позволения сказать, и потом все, да. А вот по поводу, когда мы наследовали, вот, у класса из подальше, а у нас, пожалуйста, что мы не требовали какой-то метод, и из этого вышла, а если бы мы не определились, то, что мы не будем определить длину и не будем, в смысле, если мы не будем определять длину и не будем наследоваться, разве все равно не будет проблемы? Не, а в чем будет проблема? Ну, то есть, лен работать, конечно, не будет, но, как бы, сам объект вполне себе создастся. Он создастся, ты им будешь пользоваться и всю жизнь считать, что это полноценный сиквенс, пока кто-нибудь не попробует дернуть лен. А в случае с абстрактным классом, он тебе прям создать его не даст. Ты, как бы, говоришь, слушай, ну ты хотел сиквенс, а написал какую-то ерунду. Ну, вот, то есть, и это, кстати, заодно решает проблему с изинстансом, потому что всякие сторонние библиотеки очень часто спрашивают не изинстанс ли ты, как бы, листа или чего-то конкретного, потому что таких только листы есть, а они могут как раз вот к этим абстрактным базовым классам обращаться. Типа, это мне сиквенс передали? Да. Окей. Это такое вообще принятое API, как бы, на весь Python мир. Это удобно. Ну, потому что всякие библиотеки, вот, например, с библиотекой, которую JSON собирает, у нас была реально проблема, что ты ей даешь хороший, полноценный, итерируемый объект, из которого можно собрать в JSON массив, а она говорит, вы знаете, вы не лист. Типа, до свидания. И ты такой, господи. И начинается это, хорошо, сейчас мы унаследуемся от листа, притворимся тут изо всех сил, что мы лист, и тогда она сжуёт. Вот, а была бы она написана, ну, как бы, более абстрактно и независимо от тех вот этих вот конкретных понятий, ну, проблемы с этим не было. Вот на секунду было бы гораздо приятнее. Но они, по-моему, кстати, улучшили API со временем. Еще вопросы? Прекрасно. Тогда мы двигаемся к следующей арке, это декораторы. Вот те самые штучки с собачками, про которые мы уже много говорили, многих видели, но не очень понимали, как это все работает. Как всегда, начинаем с примера. Значит, у меня есть две функции. Одна возводит значение числа в квадрат, одна делит его пополам. Будем считать, что эти функции сложны в вычислении. Это на самом деле не так, нет ничего вообще более, наверное, быстрого в системе, чем деление пополам. Но предположим, что здесь какой-то много-много математики, и все это работает очень долго. И дальше будем из этого предположения сходить. Значит, квадрат трех – это девять, половина от пяти – это два с половиной. Не сюрприз. Теперь хочется к этим функциям прикрутить кэширование. Сказать, когда тебя вызывают, ты, пожалуйста, результат запоминай, потому что вычисления дорогие. Клади в дикт. Когда тебя снова вызовут с тем же значением, не надо ничего считать второй раз, вынес диктай и отдай результат. Логично? Логично. Значит, объявляем кэш для SQR и говорим в коде, если X, который тебе передали, нет в кэше, положи его туда и верни. А если есть, то просто верни. И абсолютно то же самое делаем с халфом. Понимаете, да? Похоже? Похоже. Значит, вызовем 25-10, вызовем еще раз 25-10. Оно берется из кэша, поверьте мне. Ну а вот можно посмотреть, что оно в кэше есть. О, видите? В одном кэше 5-25, в другом 20-10. Ну вот, а теперь вот мы, наконец, будем говорить про реальный промежуток программирования. Видите вот это все? Оно очень похоже. Это два абсолютно одинаковых кодовых сниппета, отличающихся только именем и вот этим телом. Маленьким. Вот это все снаружи развесисто, это все одно и то же. И абсолютно естественное желание, когда вы на такое смотрите, типа, можете я это нагенерю как-нибудь? Особенно, если их 100 штук. Ну, серьезно. Ну, надоело писать вот это вот. If x not in cache. If x, ну, сколько можно? Типа, давайте сделаем какую-нибудь генерацию вот этого всего. Есть разные способы этого добиться, но в частности, можно было бы просто кодки елить, например, да? Можно вполне себе на питоне писать программу, которая принтами просто питон-код будет принтить, и потом он по второму разу будет исполняться. Это будет сложно собирать, сложно поддерживать и сложно читать, но как бы это технически возможно. В питании способ получше. Мы просто напишем эти вот оригинальные функции, которые у нас были, добавим в них принт, просто чтобы можно было наблюдать, и пометим их вот этим самым декоратором, про который мы пока как бы ничего не знаем, но уверяю вас, именно он нам здесь и нужен. Этот декоратор возьмет эту функцию, поколдует над ней и сделает вот из этой вот эту. Ну, вот эту тоже, вот, спешу. Ну, вот, как бы, давайте исполним. Ну, как бы, понятно, ничего не работает, потому что такое кэшт неизвестно. И вообще. Вот, теперь, что же такое кэшт? Короче говоря, кэшт — это на самом деле просто еще одна функция, скажем так, высшего порядка, если понимаете, что это значит, то есть принимающая другую функцию в качестве аргумента, которая вот это все в качестве аргумента примет и на это же место новое что-нибудь вернет под тем же именем, вот, sqr. Вот, то есть фактически это что-то типа вот этого, не более. Ну, вот, ну, вот, теперь надо такую функцию написать. На самом деле, вот с этого момента вы, как бы, должны были все понять. То есть, я все рассказал про декораторы, что они больше ничего не привносят. В этот момент я ждал, что ползала, просто уйдет, потому что, ну, как, все. Про декоратор все ясно, дальше можно догадаться самому. Ну, догадаться можно, но там очень много всяких подводных камней, к сожалению. Поэтому я сейчас всякое расскажу. Значит, как обычно пишет декоратор? Это действительно функция, которая принимает какую-то функцию на флот. Вот она, да? И вот вернуть мы должны какую-то новую функцию, которая на ее место встанет. Давайте ее объявим внутри. Ее вернем. А внутри пока будем просто вызывать оригинальную функцию с тем же аргументом. И больше ничего не делать. Объявили, да? Так можно, да? Ну, все. Теперь, оп. Все. Наш кэш работает. Единственная проблема, что он ничего не кэширует. Но, как бы, ну, видите, да? Escore и Half начали работать так, как им и положено. Вот, следующий вот этот пример. Это, собственно, мы туда кэш добавляем. Значит, что нам нужно, чтобы добавить кэш? Во-первых, нам нужно объявить дикт. Во-вторых, внутрь тела вместо просто return.funk надо добавить еще две строчки. Если икса нет в кэше, то положи его в кэш, вызвав функцию и верни кэш. То есть это вот эти три строчки. Это, на самом деле, то, что мы вот здесь вот и наблюдаем. Вот здесь вот и вот здесь вот. Только теперь мы это напишем один раз в волшебном декораторе и больше не будем, как бы, мучить себя. Написанием этого больше никогда. Давайте. Оп. Смотрите, о, calculating. Лейтинг, а второй раз не calculating. Все, оно упало в кэш. Все хорошо. Теперь вот эти строчки больше не работают, работают только внимание вот этого из кэша. Ну и все. Ну, собственно, это тот же самый пример. Да, ну и то, что я говорил, что на самом деле декоратор можно навешивать вот так вот банально. А как это получается, если словарь один? Я пересматривал свой скринкаст с прошлого года, и я там такой, типа, я так надеялся, что никто не спросит. В этот раз я даже не надеялся. Да, я уже понял, что вас не проведем. Нет, словарь не один. Но действительно это вызывает вопросы. Сейчас я объясню, как это работает. Смотрите, каждый раз, когда вызывается функция кэшт, вот этот вот, вот этот вот, она вызывается два раза. Здесь и здесь. Создается новый словарь. Вот он, он создается каждый раз новый. Вопрос только в том, что, а где он находится? Да, то есть вот после того, как я вот эту функцию создал и ее вернул, этот словарь, он, как бы, область видимости его закончилась. Вот эта переменная кэш, область видимости закончилась, и этот словарь куда-то должен попасть. Вот эта штука называется замыкание, по-английски clore. Вы, возможно, встречались вот с этим понятием в других языках, но и здесь работает примерно одинаково. То есть, когда питон видит, что вы потеряли последнюю ссылку на переменную, но она осталась внутри какой-то функции, вот как вот здесь вот этот new fung, он ей просто берет ее туда во внутренний атрибут этой функции, ссылку зашивает, объект остается в памяти навсегда, потому что, ну, не навсегда, а пока эта функция жива, потому что у нее есть на него ссылка, да, ref count не обнуляется, а вы контроль теряете. Вот ее там даже можно найти. Смотрите, если взять вот этот вот, а, ну вот, да, вот здесь просто, если взять вот этот SQL, давайте просто тебе блочек, блочек все-таки создадим, вот, вот эта вот функция, вот, кстати, она там называется new fung, потому что ее туда вернули, можно в ней поковыряться и найти, что где-то здесь, во-о-о, там есть какой-то closure, сейчас, по-моему, это вот, ага, во-о-о, closure состоит из вот этих вот двух волшебных слов, внутри которых какие-то объекты заключены, что такое sell я даже не знаю, но то, что вот этот первый sell это наш дикт, это совершенно точно, смотрите, сейчас возьмем вот нулевой, а у этого sell, а у него есть какой-то метод, чтобы вынуть то, что в нем там внутри лежит, он называется sell content, собственно, да, 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 ага, о, вот он, вот он кэш, вот эта вот двойка, возведенная в квадрат, вот она, то есть в тот момент, когда вот вы таким как бы красивым удобно синтаксисом воспользовались, за вас там питон позаботился, в общем, вот, и да, кэш не один, вот если бы я вот здесь кэш объявил, то да, тогда был бы один, а так он, ну, ну, реально каждый раз новый, с каждым новым вызовом кэшит, что логично, потому что, ну, несколько раз эта строчка исполнялась, ну вот, соответственно, ну, как я уже сказал, что в базовом смысле это все, что надо знать про декоратор, да, что он функцию принимает и возвращает, но обычно этого не хватает, как бы, чтобы этим пользоваться, начать, когда вам, ну, вы будете встречаться с декораторами, которые кто-то другой написал, хороший вопрос, это когда вам самим надо его писать, как вообще понять, что пора писать декоратор, если вы смотрите на свои исходники, ну, в общем, если у вас есть много функций, которые делают одно и то же, по какому-то одному и тому же шаблону, и это нельзя решить вызовом функции, а вы хотите, наоборот, как бы вокруг себя что-то обернуть, да, то есть, например, вызов в начале и вызов в конце, то декоратор это то, что вам нужно. Что-нибудь еще про декоратор, вот про это мне часть, окей, сейчас будет становиться хуже просто, вот, значит, смотрите, хочется и можется, чтобы декоратор поддерживал, ну, как, короче, чтобы декоратору можно было передать аргумент. Давайте вот напишем тот же самый кэш, что у нас, только укажем в скобках, сколько у него должно быть элементов, максимум. Если будет вызова больше, мы начнем просто падать. Вообще хорошо бы, конечно, вымывать старые значения, но это долго и сложно программировать, поэтому мы будем просто падать, это удобно. Вот. Как вы думаете, какой синтаксис вот у такого декоратора? Вот как вот такой декоратор создать, который с аргументами? Ну, то есть, это функция, в которую передается и лимит, и вот этот T-square, да? Это было бы логично, да, это было бы удобно, но это не так. Вот. Ну, это есть, я думаю, там амбексивные причины, просто там общность нарушается, но, к сожалению, это не так. Это работает на самом деле абсолютно на общих основаниях. То есть, если вы на секунду посмотрите вот на этот синтаксис и вспомните, что это значит, вызовем вот это, с вот этим, как аргумент, используя вот это все как аргумент, то здесь произойдет ровно то же самое. Вызовется вот это, с вот этим всем, как аргументом. То есть, вот так. Понимаете, да, что произошло? Ну, то есть, вызовется кэшт с лимит 3, и то, что он вернет, будет использовано для нового вызова, куда SQL уже передастся как аргумент. То есть, если раньше декоратор у нас должен был принять функцию и вернуть функцию, то теперь он должен принять какие-то аргументы, вернуть функцию, которая уже, собственно, декоратор. То есть, вот этот вот кэшт теперь уже не декоратор, а производитель декораторов с вот этими аргументами. Это как бы все усугубляет. Ну, давайте попробуем аккуратно написать. Значит, смотрите, кэшт принимает лимит и должен вернуть декоратор. Логично, да? А дальше все как и прежде. Декоратор — это то, что принимает функцию, создает новую функцию и ее возвращает. И вот у нас три пары defo, э, три пары, нет, три defo и три return. И вот эта вот конструкция, к сожалению, она абсолютно шаблонна и стандартна для создания декоратора с параметрами. Здесь принимаются параметры, здесь принимается функция, здесь принимаются аргументы уже самой функции. ну, и в обратную сторону. Ну, и как бы, сейчас, пардон. Значит, кэшт создали, применили, применили, вызвали. Раз, два. Ну, все, работает. Ну, мы логику еще и написали. Прежде чем мы приступим к тому, чтобы здесь вообще все заполнить, но хотя здесь более-менее понятно, что внутри писать, дальше-то как бы уже делал техники. Поговорим еще о другой проблеме. Вот смотрите, я взял этот наш кэшт, применил его к эскуэру. И у эскуэра была вот такая дока написана. И у нее было имя очевидно эскуэр. И если я сейчас это имя и дока запрошу, я очевидно и получу их, правильно? Не совсем. Я получу доку имя вот этой функции. Ну, потому что она встала на место эскуэр. Понимаете, да? Вот. Это не очень. Поэтому, в общем, в функтуз есть специальный декоратор. Да, декоратор для декорирования наших декораторов. Да. Вернее, функции, которые возвращают наши декораторы. Ему передаешь оригинальную функцию, а декорируешь новую. И он за вас любезно переложит name, docs и что-то там еще. Doc, простите. О, ведь так работает. Поэтому дальше мы будем его везде навешивать. И это будет удобно. Теперь вернемся сюда и допишем. Значит, во-первых, когда мы возвращаем ufunk, мы должны декорировать его вот этим в raps. Во-вторых, ну, пора туда логику внутренне писать. Значит, надо ввести кэш. Сказать, если x не в кэше, то положи его туда. Верни кэш. И у нас получился наш оригинальный декоратор, который на лимит не смотрит. Но нам надо смотреть на лимит. Значит, если эту функцию вызвали и x не в кэше, то мы говорим, если размер кэша больше или равен лимиту, то пора кидать runtime error. Ну, а дальше там все нормально. Значит, вот с четверкой вызвали, с тройкой вызвали, с двойкой вызвали. Сейчас с пятеркой вызовем. Ой, 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 ой. А, я знаю, надо передекорировать, пардон. Вот. Оп. Ну, поехали. Пять. А, calculating вот появился. Четыре. Три. Еще раз с тройкой можно вызвать. Все нормально. То есть братья с кэша нам не запрещают. А если вот вызовем с десяткой, то бах, все, runtime error. Ну, понятно, да, типа размер кончился. Вот. И, к сожалению, короче, вот написание декоратора часто выглядит вот так. Вот. Здесь можно чуть-чуть повыносить в отдельные функции, там, чтобы было попонятнее. Но, к сожалению, оно вот так вот выглядит, потому что вы понимаете, да, что вашей предметной областью становятся ваши же функции. Вы начинаете в функции писать, которые функции производят, которые функции производят. Тут все до бесконечности. Вот эта вот каша. И именно поэтому, как бы, злоупотреблять этой техникой нельзя, потому что этот код, ну, нельзя назвать понятным. Мы сейчас пойдем дальше, там, декоратор классов. Там, как бы, вы еще увидите несколько достаточно тошнотворных примеров, а потом я вам покажу, как это, ну, когда это применять хорошо. Вот. Просто, ну, хочется немножко показать, типа, как оно бывает и что на самом деле очень часто приходится писать автором фреймворков, которыми вы пользуетесь. Ну вот. Собственно, на этом часть про функции закончена. Еще один говорит про декоратор классов. Можно задать вопросы какие-нибудь. Не-не, норм. Ну ладно, что такое декоратор классы? А, ну давай. В каком моменте вот этот wraps обманывает возвращаемое значение внутрь, когда... А, он сразу, просто, вот он просто сразу, в тот момент, в тот момент, когда ты вот newfang объявил, ну, то есть, это же то же самое, что написать, вот я создал newfang. Ну, то есть, он же на выходе из него будет выйти... Не, я, он сразу это делает, вот, вот, прям вот здесь. И этот wraps, он же... Ой, wraps... Ну да, там на самом деле wraps, func, newfang же, вот так вот. Он ничего особенного не делает, он не пытается в момент вызове там что-то подменить. Он просто берет функцию одну, вторую и говорит, a.name равно b.name. Все. Он просто берет и перекладывает. Все эти, вот это все name, doc и все, чем он там занимается, оно все модифицируемо. Это не проблема. То есть, он просто возвращаемую функцию, он ее еще немножко облагораживает. Мы с тем же успехом могли сами это сделать, могли написать просто здесь вот так. Мы newfang создали, а теперь, пожалуйста, newfang.doc равно func.doc. О, видите, теперь у нас имя осталось старое, а doc. новое. То есть, вот это все, что он делает на самом деле. Этот фрак, он на самом деле несовершенный. Там есть еще, как бы с этим фраком такая история, что вот если вы его применяете, то вы от того, что у вас есть newfang, все равно до конца не избавитесь. Смотрите, если я здесь, например, парк буду. Сейчас надо ее вызвать, чтобы упасть. То в stacktracy вы все равно увидите newfang. Ну, по понятным причинам. Да, потому что, как бы, ну, код, код он вам не исправит. Более того, вы вот здесь увидите newfang. То есть, ладно, это просто сниппет, бог с ним. Да, вот здесь вот в трейсе, какая функция какую вызвала, вы все равно будете видеть newfang. и когда у вас много-много-много-много декораторов в коде, то вместо того, чтобы видеть трейсы ваших функций с правильными именами, вы будете видеть функции типа decorated, 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 decorated и вот это все. Вот это, ну, как бы суровая правда. Как бы красивый код не выглядел, внутри все равно вызывается функция newfang. Более того, мне тут, как бы, товарищи показывали, и пытались какую-то, какую-то очень часто вызываемую функцию задекорировали и убили там производительности по в три раза. Просто потому что, ну, по нашему приказу, при каждом вызове же делает вызов. То есть, вы вызываете сначала вот этот кэшт, а он, вернее, newfang, а он уже возвращается, вызывает функ. И каждый раз вот эти два кола на больших числах могут даже, ну, существенную просадку давать по производительности. То есть, это все никуда не девается. Это все будет реально исполняться каждый раз. Вот, есть декораторы поумней. Есть, например, декоратор cached property, он очень забавно работает. Он после первого вызова берет и все. То есть, вы вызвали property, получило значение, и он вместо того, чтобы потом его каждый раз возвращать, он просто его на место функции ставит, статичное значение навсегда, и все. Стирая функцию вообще. Но у этого есть свои проблемы. Так, ок, да, дальше двигаемся. Прекрасно. Смотрите, есть декоратор класса. Как вы думаете, что это? Как это работает вообще? Вот тут уже можно догадаться. Принимает на вход класса, это вообще другой вопрос? Да, да. Это функция, которая принимает на вход класса, принимает другой класс. Ничего более. И на самом деле декоратор класса в некотором смысле попроще писать, потому что функцию вызывать надо, а в классе можно просто поковыряться, как бы добавить туда аргументов, и все. Значит, ну вот, смотрите, у меня есть класс number. Ну, это просто пример пока, да, без последствий. Значит, это класс, который число просто себе представляет. Вот value, вот у него есть метод, типа, возведись в квадрат, возвращает новый number. Есть метод, возьми половинку, тоже новый number. Ну и какой-то там репр. Наивно написано number. Окей. Еще двойка, вот ее квадрат, это девятка, да? Все нормально. Ну и, собственно, та же самая история. Типа, давайте-ка, теперь мы все дальше. Дальнейшие примеры, они будут про то, что мы сейчас будем SQR и HALF декорировать своим вот этим методом кэшт, чтобы он кэшировался. Но поскольку это методы, которые... Поскольку это уже теперь не функции, а методы класса, ну, в смысле методы объекта, да, то мы им скажем, давайте-ка вы будете кэшироваться все-таки не в свое замыкание там внутреннее какое-то неизвестное, а будете все класть в специально заведенную для вас в классе кэш, в большой общий. Почему это важно? Потому что, ну, как бы, мало ли каким другим методом это понадобится, и оно еще между объектами там шарится, в общем, все хорошо. Ну и, значит, что мы делаем? Мы говорим, первое, мы декорируем SQR как кэшт, второе, мы декорируем HALF как кэшт и добавляем этот кэш вот сюда. Ну и пишем. Соответственно, вот этот вот адский кэшт. Значит, что он делает? Во-первых, мы сразу выясняем имя метода, это, к счастью, важно, это, к счастью, возможно, и это для нас важно, потому что дикт у нас один, и мы будем туда раскладывать по ключам кэши всех методов. То есть у нас будет вот так вот, типа SQR двоеточие его кэш. HALF двоеточие его кэш. Вот так, понимаете, да? И для этого нам нужны имя метода. Когда вызывается SQR, он должен идти вот сюда, когда вызывается HALF, он должен идти вот сюда. Все, сотрём это сейчас. Ну вот, и, ну, собственно, пишем метод. Все как обычно, декоратор работает как обычно. Он объявляет новый метод, возвращает его, а внутри написано, если метод name нет в кэше, положи туда пустой дикт, окей, понятно. И считай то, что получилось с новым кэшом. То есть вот эти строчки, они как раз выясняют этот под дикт, который нам и нужен. Ну а дальше эти три строчки, которые вам за сегодня должны были уже родными стать. Что если значение нет в кэше, то положи и верни. Вот. То есть тут в принципе еще сложного не происходит. Вот этот пример должен быть более-менее понятен. Здесь еще никакого декоратора класса нет. То есть мы сейчас к нему подходим к его необходимости. Вот. Ну давайте проверим. Ну все работает, да, само собой. Вот видите, как кэш выглядит. Half – это 5 Number 2. То есть ты три решетки уже испредаюете на основе кэш? Три решетки – это просто метки от того, что мы изменили. То есть сами по себе ничего не делают. Это просто, да, я забыл окинуть. Это просто я решетками помечаю места, которые поменялись по сравнению с предыдущим куском кода. Вот. Так не, не, это обычный декоратор. Вот ничего особенного. если бы еще три решетки были синдексом был перебор ну вот а следующее значит мне хотелка такая но окей говорю я давайте я не буду писать кэш на каждый 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 метод а просто сделаю какой-то декоратор для класса такой который все известные методы просто продекорирует ну то есть вместо того чтобы вот каждый метод помечать я просто один раз помечу класс хочу чтобы твои методы были кэшируем и и все он про должен знать какие из них какие мы пока но это странно но вы пока допустим этого потом это исправить значит ну как вот ваш коллега верно подметил дает это кэш олл это что какая-то штука который принимает класс и возвращает класс в данном случае в отличие от всех предыдущих декораторов которых написали мы не будем создавать новый класс мы просто этот немножко поломаем и его же и вернем ну и все а дальше все очень понятно я говорю для атрибута и сквер и для атрибута хал возьми этот атрибут из класса и на его место поставь новый который кэш логично посмотрите на этот код как здесь все должно быть понятно что делать гернатор понятно он вынимает атрибут по имени по динамическому сэр отр ставится трибука динамическому имени вот это конечно терра это как бы применение декоратор функции точно это точно так же как вот здесь но другим синтаксис более таким straight forward ну и все это у нас не особо не поменялось вернее вообще не поменялось мы убрали декоратор отсюда убрали декоратор отсюда зато разместили декоратор сюда это может быть удобно почему бы нет но к сожалению как я уже сказал то что вот здесь они из-за хардкоржа на это конечно странно да то с чего бы вообще классу знать какие методы у него там будут кэшированы и нет ведь да все работает проверили поэтому давайте поступим по-другому давайте все-таки пометим эти методы снова декоратором но на этот раз этот декоратор не будет как сказать сам ничего делать он будет просто помечать метод для то для того чтобы в дальнейшем вот этот вот декоратор класса их от декорировал ужаса то есть мы этим 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 модифицируем дальше я не буду задаваться сильно в код вы можете дом говорится если надо тоже дальше просто ну примерно знаете getting out of hand там все очень плохо становится значит кэшит метод идет по всем атрибутам которые нашел в классе вот в этом тег те и всем у кого нашел атрибут подчерк кэш применяет вот этот вот метод подчерк кэш вы давайте вы переменуете плохое название make кэшит назовем его вот соответственно декоратор кэш просто выставляет атрибут подчерк кэш make кэш делает тоже что и раньше а кэшит метод выясняет кому из них надо применить этот make кэш понимаете да вот но в общем в этот момент вы вообще должны были меня спросить типа к чему все это то есть у нас уже были декораторы которые сами меняли функции зачем теперь мы здесь меня здесь помечаем а меняем потом где-то там вот но надо есть причина делал то что то что здесь вот кэш написан это тоже лишнее этим тоже мог бы заниматься декоратор потому что но если мы говорим что методы будут кэширующие то кэш очевидно классе будет и пусть он его создает сам но хотелось бы чтобы конечно имя под которым он создавал мы могли указать скобках потому что ну мало ли как мы хотим чтобы атрибут назывался вот и дальше вот здесь вот картинка иллюстрирующая в общем всю головную боль который мы все нашли потому что вы сейчас увидите как бы я подозреваю что уже если скажите кто-нибудь если не потерял нить повествование и понял как это реализовать сейчас он должен понять руку мне право интересно неплохо да это хорошо то есть действительно как бы я вот этот последний сейчас у нас мы сейчас перейдем к нормальной теме вот эти последние несколько картинок они про то что как бы делать вот это волшебство которое вы обычно наблюдаете которым наслаждаетесь со стороны вот очень болезненно вот как вот на этой картинке на грани зубной боль еще последний пример который очень рекомендую по поговорить дома это значит вот этот вот значит я декорирую класс number вот этим кэшет метод и передаю ему имя кэша которая хочу чтобы он использовал дальше он делает все то же что и раньше он обходит все методы и все помеченные делает кэш ну мэй конечно давайте здесь исправим тоже но разница в том что если раньше кэшет метод принимал класс и возвращал класс то теперь из-за того что он с аргументами он должен вернуть декоратор который принимает класс и возвращает класс но потому что здесь опять вот эта история что это будет к что тут будет написано number равно кэшет метод от май кэш от кэшет метод чтобы заработала ну вы понимаете да вот эта штука должна возвращать декоратор вот она и возвращает вот-вот return декоратор ну вот и как то так но в чем мораль вообще всей этой истории мораль истории в том что с точки зрения пользователя вы посмотрите как это классно выглядит вообще просто восхитительно я просто сказал своему классу что у него есть кэшируемые методы пометил какие хочу кэшировать сказал как называется атрибут куда класть кэш а это можно и не говорить так сделал дефолтным аргументом и забыл вообще мне не абсолютно неважно у меня просто все работы чудесно но тот кто пишет у него там внутри вот так и если ну как бы здесь можно здесь код чуть понятнее сделать но не сильно потому что ну как бы вот вот от этого вот никуда не деться да надо обойти все атрибуты которые неизвестно какие что-то там вычлите все такое то есть вот какой-нибудь кэшит property которым все пользуются на право и налево он прекрасный выглядит чудесного и просто вот вам нужно property которые возвращать значение один раз и навсегда его запоминает просто пишите собачка кэшит property и все чудесно если вы исходник откроете вы удивитесь насколько там на самом деле все плохо внутри сколько там какие-то странных корнер кейсов там поддержка там осинка йо там еще что-то и в общем ну все достаточно болезненно автор за вас пострадал вы должны быть ему благодарны ну вот ну собственно это а это мне сломался этот но по не знаю чем проблема ну все в общем про декоратор на этом все в общем упали декоратор это штука которая позволяет взять либо класс либо функцию и как там ее либо от модифицировать либо новую создать на основе и и все такое прочее обратите внимание во всех примерах декоратор функций вызывали функцию которым передавали причем один раз это вовсе не обязательно декоратор можете и два раза вызвать 5 10 там вообще что хочешь делать может вообще ее выкинуть вот например декоратор абстракт метод он же не вызывает до абстракт метод же не вызывает функцию которую передают ни при каких обстоятельствах он просто всегда говорит что типа меня нельзя вызывать до свидания но эта история примерно такая если в общем если вас будет время и желанием поговорить о этих примерах они достаточно неплохое представление дают о том что что и как делается и самое главное как бы не столько уметь это дело самому сколько крабки инструментами пользуетесь понимать что вот она как-то вот так внутри устроена потому что рано или поздно во что-нибудь взорвется вы увидите стак трейси с этим вот этим начинкой вот это непонятный и вас ну не должно это какой-то лучше сводить и непонимание вот но без с этим можно жить я наверное год весьма уверенным в смысле весьма эффективно скажем так программировал на питоне не особо понимая что здесь происходит это вполне возможно то есть где какие-то таски делал там какие-то мы деньги этим условные зарабатывали вот ничего страшного но рано или поздно как бы приходится разбираться все дальше будем говорить про мета классы это то это еще отдельная жуть но я готов про декораторы послушать еще вопросы можно несколько декоратор да действительно можно и классу функции применить несколько декораторов и работает это совершенно ожидаемым образом то есть вот это ну в силу того что декоратор то вызов функции это вот так то есть декоратор применяется снизу вверх ну понятно да то есть результат применения этого декоратора будет отправлен в этот так далее иногда декораторы настолько магические настолько сильно влияют на сигнатуру функции что они несовместимы между собой такое бывает ну то есть вы пишете функцию например этот b он сюда что-нибудь добавляет в аргументы и то есть функция котором возвращает у нее сигнатура не такая как вот уэт вот и там нужно какие-то вот пляски будут совершать но большинство декоратор не такие конечно норм продолжаем давайте наверное знаете как поступим давайте я лучше покажу классный пример того как этим можно адекватно пользоваться они они вот не вот это вот непонятная жесть которая призвана просто больше показать проблемы чем преимущество и сделаем сразу после перерыва ну начнем с примера как я обещал смотрите значит ну история такая есть семья класс типа месседж и у него есть несколько наследний который уточняет его тип это какой-нибудь типа телеграм-месседж и это какой-нибудь какие-то наши месседжи нельзя фон месседж чтобы это не значило вот и у них но у них есть это общая логика по всей видимости то что они принимают текст и у них есть к это абсолютно кастомная логика потому как они этот текст собственно слайд но есть мой месседжи должен как-то отправиться до смея будет некий там абстрактный сент давать вам здесь напишем там типа этот какой-то называется not implemented рор вот и определим его значит здесь я буду ну мы не будем писать функции посылки да но я я просто здесь сделаю типа принты какие-то которые нам будут подсказывать что мы вызвали то что надо что-то я где-то не так набрал понятно ну вот значит проблема в чем значит я всегда могу взять и создать фон месседж позвать из него сенты все мне будет замечательно ой-ой-ой простите что ты что-то пошло не так она даже так просто значит фон месседж сэнд а ну вот а теперь представьте такую ситуацию что мы откуда-то типа от пользователя читаем прекрасно откуда-то от пользователя я читаю строчку с типом этого месседжа мы сочетаем право но и дальше должен создать тот месседж который меня попросил пользователь если он говорит telegram то я должен создать telegram месседж если он говорит фон я должен знать фон месседж и ну это будет выглядеть типа как-то типа вот так ну обязательно пока да и у нас мы сочетаем право но напишем грики ну и давайте во первых давайте уберу input пишу сюда явно фон ну понятно что это слово то чтобы не мучиться с этим месседж равно на и в конце мы пишем типа message send все прекрасно доработает то есть вот мы фон передали вот на фон и вывелся да но короче проблема в том что если таких типов будет достаточно много то я это буду у меня вот тут и фэлс и фэлс он там как-то растянется и более того когда я заведу наконец новый тип месседжер мне нужно будет в это место или даже в несколько таких мест прийти и написать сюда еще один и фэлс это достаточно криво значит и хочется все эти проблемы решить и для этого вот всякие питания средства очень неплохо подходит первым делом давайте все таки заставим месседж сам уметь создавать нужные объекты они как бы делать это где-то снаружи просто такое место было гарантировано одно это ну для этого просто возьмем создадим отдельный класс метод какой-нибудь назовем типа create вполне стандартное название он будет принимать message type а возвращать им будет ну типа месседж и что означает либо он сам либо его наследники возвращать им будет конечно наследник вот сэн конечно берем сюда что месседж равно месседж create фоу вот значит смотрите насчет нам не нужно вот и тут проблем то что еще может нам возвращаться но мы не будем нам возвращать это глупо мы просто будем кидать в игрор ну вот это кажется должно более-менее работать ну да степизация все не так хорошо здесь придется поставить кавычки потому что месседж в этот момент еще не объявлен класс еще до конца не дошел но статический анализатор разберется но если здесь вообще важно да ну и конечно первым аргументом create выступает сам класс ну вот а теперь конечно просто как мы все внесли хочется решить решить проблемы с тем что когда я наследников добавляю что не надо ходить сюда и каждый раз что-то дописывать что для этого мы сделаем для этого есть разные способы самый такой вот тупой и который можно было бы воспользоваться но он такой достаточно слишком магический при этом слишком прям линейный можно взять попросить у месседжа всех его наследников ну смотрите детишек да это это возможно питон питон в рантами в этом знает найти там все что имеет вид что-то там message отрезать слова message сделать букву т маленькой и букву п маленькой и сказать вот в типа все понятно как бы когда нас просит фон надо вот этого выбирать когда telegram надо вот этого выбирать у этого есть от проблем во первых это слишком магически потому что вдруг кто-то объявил наследника который не хотел чтобы он так создавался во вторых не обязательно название класса и название параметра для пользователя должны совпадать это вообще не всегда так да и как бы ну то так бывает ничего страшного ну и самое главное да не ночью этих двух пунктов должно достаточно хватит поэтому хочется ну как-то сделать это более явно более явным образом это можно сделать так можно вот взять вот здесь вот и и сказать прям что у нас есть типа реестр этих классиков наших дочерних ну нет так 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 не совсем получится нет сейчас понадобится класс метод потому что они еще не существуют в тот момент вот будет меня какой приватный метод который возвращает мне реестр в реестре будет написано фон это он message а telegram это telegram message ну и соответственно вот здесь крейте все очень просто я скажу что значит класс который меня интересует это класс get registry вам парам get message type дальше соответственно если класс это нам то есть его там не нашлось то кидаем в элью рор и возвращаем класс текст да мы туда должны кинуть текст а ну да текст мы тут просто хардкодили ну давайте уже пора теперь перестать делать давайте текст передавать текст передаем здесь текст передаем здесь уйти нет не здесь вот здесь вот работает на классно вот это уже достаточно неплохое решение но у нас еще остается проблема с тем что как бы когда я класс добавляю меня сюда не забыть вписать поэтому есть такая такое предложение давайте классы с помощью в дочерней с помощью специального декоратора будут сами регистрироваться в этом реестре все что мне это на самом деле очень простой и понятное решение мне нужно просто все-таки значит вынести реестр куда-нибудь сюда сказать что вот в этом get registry что я буду просто его возвращать что вообще я не обязательно можно приводки 3 же теперь вообще избавиться чем он нужен вот но нам продается метод регистр который классы будет там регистрировать все-таки вас метод поэтому первым аргументом у нас цель с а вторым аргументом будет собственно тот класс который регистрируется то есть давайте просто класс это назовем ну не то что ну то что целость это он сам это как бы всем известно это нормально ну вот и собственно мы скажем реестр а да и имя наверное с которым он приезжает давайте пошагово давайте имя изберем за 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 и будем до класс писать то есть это вот как-то вот так выглядит да то есть класс берет ну и теперь мы можем просто вот их пометить как месседж регистр и месседж вот и это в принципе даже сработает но с тем исключением что они все зарегистрируются под ними зазы и если вы сюда вот впишу зазы и вот здесь место get registry напишу регистри то должно заработать да но работает но хотя хотелось бы чтобы они все-таки под своими именами регистрировались да ну нам придется сделать декората с параметром скажем здесь telegram здесь с этого момента регистер это больше не функция который принимает класс теперь эта функция которая принимает name и должна вернуть собственно декоратор помните да вот эту всю нашу болью декоратор а вот декоратор это уже штука которая принимает класс и собственно регистрирует но в этом случае как бы все выглядит вообще весьма цивильно а да еще декоратор класса должен возвращать класс это тоже очень важно иначе ничего работать нибудь стали процедула класс вынести не не понял еще разок вот там где где регистр сколько целостный мы передаем санкласс имя передает до того что по согласному туда не передает смысле квадрат класс не не передаем потому что в регистр уходит только telegram а сам класс уже будет передан в то что он вернет но собственно декоратор там но там опять две пары скобок то есть вот здесь фактически написано что telegram месседж равно месседж . регистер телеграм и еще раз вот так вот то есть в регистр улетает только имя в результат уже улетает класс так в эллиерар в эллиерар потому что там за 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 она да например telegram все работает вот этот паттерн который ну в смысле не паттерн вот этот вот способ решать задачу вообще такой классический для питона все знают про эти методы регистер пройти реестр и все так делают как бы здесь вообще ничего удивительного нет вы такое сто раз наверняка увидите где-нибудь абсолютно не удивляйтесь этому ну и сами так делайте это это удобно тут там есть еще и пару подобных камней не хочу на их останавливаться но там как бы когда вы много таких штук понапишите то вам захочется чтобы у вас был какой-то базовый класс или декоратор вот этого класса которые автоматически три гистр туда привносит и дам дальше очень важно как бы что все классы должны не в едином реестре регистрироваться каждый в своем родителе и там как бы чуть-чуть приходится подумать но в целом вот такая история есть вопросы по этому примеру нет норм да очень удобно делается так вот ну а мы переходим к другой нашей непонятной теме это мета класса значит зайдем издалека помните я показывал функцию той которая выясняет какого же какой же класс используем при создании объекта вот здесь это что да это им да вот а что будет если я напишу тайпатент какие еще есть варианты вот посмотрите я слышу два ответа класс и объект вот на самом деле из них верный первый потому что им это класс да или тип да это тоже отличный вариант а вот объект нет потому что но в смысле объект это слишком страх все объект и действительно той пинта это так вот история в чем дело в том что type это не только функция которая определяет тип а это еще и функция которая позволяет класс создавать вообще говоря мы вот ну классы мы всегда создавали с помощью использовать использование вот такого отдельного синтаксиса класс и это как бы статическая конструкция но если вы хотите создать класс ну мы же время про метапрограммирование мы хотим все всем на свете управлять в рантайме если вы хотите создать класс в рантайме то для этого вам понадобится функция type понимаете то есть можно создать и вот я сейчас покажу как но смотрите вот у нас есть это банальный мой лист значит которую наследован от листа но к нему добавляет функцию get links почему-то захотелось так неважно вот и ну это действительно работает вот смотрите создали листом что-то туда она присваивали спросили get links получили да вот у ли у листа 32 длина 2 так вот как создать такой же мои лист только динамически с помощью функции так на самом деле чтобы создать класс нужно всего три аргумента как ни странно это название класса имя класса список аргументов тепл свой не аргумент тепла с родителями и собственно дикт совсем что у него под создавалось внутри то есть со всеми атрибутами у нашего май лист имя май лист она не обязана быть таким же как тут но лучше вы быть вот тепл с родителями это теплозадового элемента лист причем не имя видите сам лист ну а дальше дикт с атрибутами атрибут у нас объявлен только ровно один get links это вот такая функция которая там пасы посылку возвращает его длину я здесь лямду написал потому что ну одна строчка влезает вообще можно и деф ну как без разницы понимаете да и вот что нужно понимать это что вот эта штука и вот эта штука делают абсолютно одно этаж это прям синонимичные конструкции прям один в один потому что объявление класс это не более чем создание вот такой переменной по имени списку родителей и и списку атрибутов вот ну и из этого потом куча магии сейчас исследует вы понимаете да сейчас этим можно будет всем передать ну вот и собственно и и все классы по умолчанию они были созданы именно так то есть все классы которые вот так вот написали они все были созданы именно так и поэтому ну и поэтому поэтому пока ничего а что интересно это что раз вот этот вот type это ада это type это не функция на самом деле это тоже класс вот это вот самое интересное что на самом деле это вот не и вызов конструктора класс вот и мы с вами с вами уже говорили да что программирование что мета программирование это когда вы сами в себя заглядываете а мета класс это класс который создает класс и он поэтому так и называется то есть вот есть просто объекты и они все созданы классами на класс это же объекты они тоже созданы все классами и такие классы называются мета-классы. А классы, которые создают мета-классы, называются... Не, не. Правильный ответ был мета-мета-классы, но так не говорят. То есть дальше просто мета-классы. Вот. Смотрите, да, вот ты сказал слово базовый класс, или может, что он имел в виду. Смысл в том, что иерархия, кто кого создал, иерархия, кто от кого унаследован, они вообще перпендикулярны. Они абсолютно никак не связаны. То есть если вы посмотрите на какой-нибудь наш месседж, то есть телеграмм-месседж, его родители — это месседж, а родители месседжа — это обжект. Но при этом все эти классы были созданы с помощью класса type. То есть все. Это их создатель. Вот родитель и создатель — это разные вещи. Но поскольку мы можем влиять на родителей, на самом деле мы можем влиять и на создателей. Мы можем взять и написать вот такой вот свой мета-класс, он оследовавшийся от type'а. И в init'е как бы ничего нового не делать, но написать, сделать print. Обилим мы mymeta и говорим теперь, короче, мы создали свой мета-класс, он отличается от type'а тем, только тем, что вот логирует создание объекта. И теперь, когда я буду любой класс создавать с указанием того, что мета-класс у него не type'а мой, будет проходить все то же самое, только еще и принц со сообщениями на экран. Поняли, да, что здесь происходит? То есть, поскольку создание класса под капотом — это вот такая вот штука, то я вот на это могу влиять. Я могу сказать, знаешь что, вот я как бы хочу в класс mylist, вот тебе список родителей, вот тебе имя, вот тебе список атрибутов, но будь добры, вот здесь вот не type' используй, а mymeta. И поскольку mymeta наследуется от type'а и зовет супер, то все, вся магия свершится, как обычно, но еще и будет выведено сообщение принято на экран. Короче, зачем это нужно? Нужно это... Ну зачем вообще влиять на мета-класс? Нужно это для того, чтобы, ну, собственно, влиять на процесс создания класса и делать там любую какую-то произвольную магию, совершенно дикую, даже больше, чем вы могли бы сделать декоратором класса. На самом деле, случаев, когда декоратор класса не подходит, а мета-класс подходит, их практически нет, потому что взять созданный класс и декоратором класса его, значит, перелопатить всегда практически можно, а мета-класс он позволяет просто раньше в процесс вмешаться, уже еще на стадии создания. Ну вот, собственно, единственный внятный пример, я могу сказать, я делаю all private meta. Это мета-класс, который в момент создания, вот здесь видите, не init, а new, да, потому что init, как раз это уже поздно, это уже декоратор могу помочь. Он говорит, возьмем-ка все атрибуты и все, что в подчеркивании не начинаются, припишем к ним подчеркивание. Типа сделаем абсолютно все атрибуты приватными. И теперь, если я буду создавать вот этот мой лист с мета-классом all private meta, он создастся, мета-класс, но в нем метода getLength не будет, в нем будет метод подчеркивания getLength. Видите, как это работает, да? Вот. Я, признаться, в общем, я что-то не припомню, чтобы мне приходилось писать мета-класс там, где декоратор бы не помог. С мета-классами есть еще сложности. Когда вы наследуетесь, я же сказал, что они перпендикулярны, да? Это не совсем правда. Когда вы наследуетесь, то ваш мета-класс не может быть отличаться от мета-класса родителя. Он может быть только его частным случаем, то есть может наследоваться от мета-класса родителя. То есть если А наследник Б, то мета-класс А наследник мета-класса Б. Вот. И это может сыграть неприятный сюрприз. Например, я пытался прикрутить свой мета-класс к какому-то объекту, к какому-то своему классу, который наследовался от там джанговских моделей. Ну, неважно, что это такое. В джанге куча магии, я от чего-то там отнаследовался и хотел свой мета-класс вписать. Но тут я узнал, что оказывается там мета-класс уже давно не тайп. И это значит, что свой мета-класс я должен писать наследоваться не от тайпа, а от какого-то джанговского мета-класса. А у них там уже своей магии бог знает сколько. И я как бы встреваю в эту всю историю, у меня все сильно начинает переплетаться с джанговскими кишками, а я как бы не хотел этого. Я хотел там свое привнести и не париться. Декораторы этим страдают гораздо меньше. Декоратор там хоть джанга 10 раз там изменил этот класс, я пришел и поменял 11. Ничего страшного. Особенно если я после нее это делаю, вообще я ничего никогда не сломаю. Ну вот, поэтому про существование мета-классов знать надо. Особенно вот у нас тут была история, сейчас покажу. У меня коллега объявил какой-то там класс и потом попытался от него наследоваться. О, и тут еще ничего страшного. Ну, так что не удалось произвести. Тут тоже ошибка какая-то абсолютно странная. Чего must be code? Да, понятно, да. Именно это и происходило. Он случайно относился от функции, а дальше у питона там... Я вот эту ошибку тоже что-то сходу не понимаю. Function argument one must be code. Ладно, не важно. Короче, смысл в том, что он вписал туда функцию вместо класса, питон пошел выяснять ее мета-класс, увидел, что он не совпадает с его мета-классом и вывел ему ошибку натурально типа, у тебя не тот мета-класс, что у родителя. А он мне пишет там в чат с грустными котиками, он там плюсовый программист и он типа, я вообще не знаю, что такое мета-класс, я вообще их не трогал, что он от меня хочет? Типа, я не понимаю. Ну вот, и как бы в ходе разбирательств стало ясно, что это функция, поэтому там питон немножко несло. Там про второй был, может быть, в этом дело. Здесь ошибка тоже, что это непнятная на самом деле. Я сходу даже не понял. Ну, короче, про существование мета-класса знать надо, писать их, скорее всего, нет. Вот, то есть очень-очень-очень сложно придумать даже адекватный пример. Потому что даже это all private meta можно было с помощью декоратора класса сделать. Создал класс спокойно, то все атрибуты из него вынул, подчеркиваем им приписал, те удалил, новые записал. Все, в общем, проблем никаких нет. Ну и последнее, на самом деле, самое-самое, наверное, глубокая питонячая магия, которую все обычно узнают в самом конце, а вы узнаете прямо сейчас. Это дескриптор. Отличаемся немножко в сторону. Смотрите, есть мне какой-то класс JSON, реализация которого вы его еще не видели. Я объявляю класс дату и говорю x равно JSON. Правильно? Да? Все хорошо. Что там запринтилось? Я не удачу. Вот. Теперь я создаю объект этой даты и прошу вывести мне type d.x. Что там будет? Да, логичный ответ — это JSON. Правильно. Это вообще впору ожидать. Вот. Теперь давайте обсудим, почему это может быть не так. Вариант номер раз. У класса JSON переопределен метод new, который вместо своих объектов возвращает черт знает что. Это легко может быть, как мы узнали час назад. Вариант второй. У класса JSON есть какой-то там метакласс, который вообще его превратил в непонятно что. Но правда мы здесь видим, что метакласса нет. Вот. Что там еще может быть? Ну, вроде из тех вариантов, что вы знаете все. В общем, вариант номер три. JSON — это дескриптор. То, что он вернул — это дескриптор, а дескрипторы не обязаны вести себя так, как вы думаете. Короче, в чем магия дескриптора? Когда вы обращаетесь к атрибуту к какому-то объекта, вы ожидаете, что вам вернется сам атрибут. Но на самом деле это не так. Прежде чем возвращать вам этот атрибут, питону его спросят с помощью метода get. Типа, слушай, тут тебя хотят получить как атрибут, а не хочешь ли ты вернуть что-нибудь другое? И если у него метод get, то вместо его самого вернется то, что он внутри попросил. Значит, и аналогично происходит в пресете. Если вы устанавливаете атрибут, а у него и set, вы его не перетираете. То есть это может приводить к совершенно потрясающим эффектам, что вы как бы поверх атрибута что-то только что записали, читаете, а там ему, конечно, уже не в смысле, а он это просто не знаю, проглотил и выплюнул. Нет, в смысле прожевал и выплюнул. Короче, что и тут есть еще третий волшебный метод set name. Он появился в питоне в сравнительно недавно в новых версиях, когда вы вот так вот пишете в классе, то питон с помощью вот этого set name любезно уведомляет вот этот созданный объект, что его записали в атрибут x. Это ему иногда помогает для там всяких разных штук. Ну, в общем, ему это сообщают, он это запоминает если хочет. Если не хочет, то он может вообще этот метод не реализовывать. Что делает этот JSON? Чем он полезен? Короче, он ведет себя так. Когда вы в него что-то записываете, он это все сохраняет как есть, а когда вы это что-то читаете, и оказывается, что это то, что вы читаете, это строка, то он возвращает не саму строчку, а результат распаковки JSON. Ну и как это работает? Я вот в x пишу вот просто строчку, пардон, я вот эту строчку, я в x пишу просто строчку, а получаю на выходе не строчку, а уже настоящий питание, чем массив. Это как бы не та же строка. Видите, там пробелы появились вообще. Ну то есть это не оно. На это не обращайте пока внимание. Вот. Вот так работает JSON. Как это реально применяется? Реально применяется, как в этом последнем примере из Django. Он здесь работать не будет, это просто код. Значит, пришло во время все-таки рассказать, что за модели, про которые я говорил. В Django это веб-фреймворк. Фреймворк он, потому что он типа не только для того, чтобы там с вебом работать, а много-много с чем. Там очень много разных классных штук, и в частности там есть целая подсистема для работы с базами данных. Чтобы работать с базой данных, вы объявляете специальные классы, которые называются модели. Это, соответственно, классы, которые, ну объекты этих классов, они сопоставлены с записью в базе данных. И, соответственно, чтобы сопоставляться с базой данных, вам надо объяснить Django, какая у вас в базе данных схема, какие у вас есть таблицы, колонки, строчки, там и все такое, если даже вы не знаете ничего про базы данных, ну вам должно быть понятно, что в базе данных есть структура, в Django ее надо объяснить. Вот объясняется она с помощью как раз этих дескрипторов. Вы пишете, что first name это такой-то char field, и потом, когда вы к этому first name обращаетесь, она идет в базу. А когда вы туда set делаете, то есть устанавливаете что-нибудь, она тоже идет в базу и записывает. Вот эти вот models char field и models какой угодно другой field, это как раз вот эти самые дескрипторы. Это на них работает. Но там все гораздо хуже, потому что вы наследуетесь от этого models model, а как я уже упоминал на него кастомный метакласс и там в общем магия, 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 магия. То есть привнести в класс магию можно добавить туда декоратор, добавить туда дескрипторы внутрь, навесить декоратор снаружи, навесить декораторы на методы, унаследовавшись от чего-нибудь хитрого, навесить кастомный метакласс и любые вообще комбинации всего этого. Вот. Чем хороши дескрипторы? Тем, что они в отличие от декоратора класса, они не совсем классом имеют дело, а вот локально с одним атрибутом. То есть это на самом деле хорошо. Дескриптор в этом смысле лучше, чем декоратор, потому что он не подвержен вот этому вот, потому что сейчас я тут возьму и все перелопачу. Просто вот один атрибут магический, остальные все нормальные, никому никто не мешает. Ну и соответственно вы должны понимать, что какой-нибудь property, про который мы в прошлый раз говорили, это вот оно. То есть, ну вы же помните, да, у нас была там история, значит, что... Ой, простите. Значит, у вас есть какой-то класс, вы объявляете какой-нибудь x, говорите ему, что он там будет возвращаться 42, а потом говорите, что это property. И с тех пор, как вы сказали property, вы можете сказать print ax. Да, и выявится 42. Вот вообще разумный вопрос, который еще в прошлый раз должен был возникнуть. Как это просто при обращении к атрибуту начался исполняться какой-то код? Ну это странно, согласитесь. Вот. Но это на самом деле нормально теперь, когда мы знаем про дескриптор, потому что если мы вот здесь на этот x посмотрим, то мы увидим, что это некий property object. И этот property object по всей видимости является дескриптором. Как это проверить? Ну посмотрите, если у него метод get, например. Вот это да, есть. Кто бы мог подумать. Наверное, поэтому как бы он исполняет код, когда мы его получаем атрибутом, да? Ну то есть это на самом деле вот так и работает. Вы такой property можете написать легко сами. У вас будет одна из домашек, которой как раз понадобится писать нечто подобное, где нужно будет вот эта вот странная форма. Помните, как делать сеттер, да? Что надо еще раз объявить x. Ой, ну там. Как-нибудь так, да? Надо еще раз объявить x и использовав x-сеттер. Вот. Эта форма, на самом деле, теперь она вам должна быть гораздо более понятна, потому что реально тут не происходит ничего, кроме того, что вы сначала объявили x, потом сказали, что x это property от x, а потом вы взяли, объявили, ну фактически какой-то... Ну тут так просто уже не напишешь, конечно, да, из-за того, что оно... Ну да, да, да. Вы фактически дальше объявили какой-то y и сказали, что x это x-сеттер от y. Вот. И x, поскольку этот x-сеттер, он поскольку и про x знает и про y, он собрал новый дескриптор, в котором есть и get asset, и в x обратно его положил. То есть вот эта вот магия вот так работает. Вам, ну как бы, это не особенно надо знать, как работает property, бог с ним. Он работает, в общем, и без нашего знания прекрасно, уже там 20 лет и еще столько же, дай бог, прослужит. Но у вас будет просто похожая задача, вам нужно будет с похожей магией поковыряться. Поэтому, как бы, ну всегда можно свой взор на него обратить. Вот на этом, в принципе, у меня все. Я готов к каким-нибудь еще хитрым вопросам. В резюме, ну резюмируя, могу сказать, что, в общем, вообще вся эта метамагия, она в основном, конечно, не для прикладных программистов, а для писателей всяких фреймворков и библиотек, но в более-менее крупных проектах, я не говорю про гигантские, да, а даже вот просто, ну в каком проекте, у которого там какой-то есть определенный масштаб, типа месяцы даже, да, всегда есть места, которые у вас будут раз за разом повторяться, возможно, вы захотите их как-то обобщить, как-то, в общем, нагенерить условно, и вам эта штука все может пригодиться. Но 90% времени вы будете этой информацией и знанием пользоваться, когда вы будете общаться просто с библиотеками и с каким-то чужим входом, ну и 10% времени вы будете для себя писать классные там какие-нибудь декораторы классов, извините за тавтологию, которые ваши какие-то проблемы будут решать и делать вашу жизнь проще и уютнее. Вот особенно прекрасно, конечно, когда один коллега пишет, непонятный декоратор, а все потом им пользуются и знать не знаю, как это работает, и знать не хотят. Давайте вопросы, и я потом про домашки расскажу. А вот здесь вот? Смотри, нет, так делать не надо. Здесь просто было сделано для примера, чтобы не светить вот здесь вот наверху им. Но так иногда, то есть в общем случае нет, это ненормально, действительно импорт делать внутри нет никакого смысла, но так происходит борьба с кольцевыми импортами, например. То есть обычно зависимость одной библиотеки от другой, она выстроена плюс-минус в форме дерева. То есть вот есть библиотека, которая зависит от более высокоуровневки, от более высокоуровневки и так далее. Но иногда бывает кольцевая зависимость. Например, у тебя есть класс пользователя, и он, конечно же, знает про аккаунты, а есть аккаунт, он как бы в общем случае про пользователя не знает, но у него есть какой-нибудь вспомогательный метод, там типа, не знаю, перенесись с одного клиента на другой, и тут ему клиенты нужны. Он, конечно, к клиентам обратится, опять же, за переносом себя, но импорт клиентского модуля ему понадобится. И чтобы не было кольцевой зависимости, это можно написать внутри этого вспомогательного метода. Но, в принципе, проблему вот этих вот разрешения зависимости между модулями я в своей лекции в прошлой целиком упустил, потому что там слишком много, как бы это правильно выразить. Короче, это, к сожалению, проблема, которую очень сложно просто принести и показать, потому что она будет казаться страшно надуманной и непонятной, но в тот момент, когда ты первый раз увидишь exception cannot import model, ты все это вспомнишь и, в общем, внесешь импорт внутрь метода, да. Тогда на этом все. Теперь в двух словах про домашки. Домашек будет три. Они есть, ссылки на них есть на портале, вот. Ну, я скину слаг, наверное. Все три домашки это, типа, небольшие этюдики такие по упражняться во всяком метапрограммировании. Там один на Python Data Model, один на вот эти вот какие-то декораторы, дескрипторы и еще один там такой же. По-моему, на дескриптор там, кстати, нет ничего. Вот. Там нету тестов, там нужно просто задание прочесть и сделать, там понятно, что требуется. В целом, как бы, ну там ничего принципиально хитрого нет. Надо просто сесть и как следует поковыряться. Если вам чего-то не хватает, как обычно пишите в чатик, мы там ответим, ну или просто гуглите. Это тоже вполне себе работает. То есть, вся вот эта вот инфа, которую я рассказываю, в ней никакого секрета нет. Она, ну, как бы, аккуратно сейчас здесь собрана в лекции и как-то там подана адекватно. А в целом, как бы, ну, все это известно, это все есть документация, это все есть в миллионе ответов на стеку и так далее, и так далее. Все, спасибо тогда вам. Мы на этом закончим. Спасибо.